Приветствую вас, и лучше всего будет, если вы для себя увидите, определите, если угодно, истинную причину, по которой мама переживает. То есть, если вы поймете, что заставляет вашу маму переживать, для себя вы не будете иметь возможности переживать по этому же поводу, потому что, как правило, понимание мотивов человека, понимание мотивов его поведения позволяет абстрагироваться от него и обособиться в большей степени, чем когда этого не понимают, когда нет понимания этого. Дело в том, что у вашей мамы есть основания, наверное, для того, чтобы вести себя подобным образом. Если эти основания у вашей мамы есть, вы их не уберете, потому что она взрослый человек, и переделать вашу маму нет никакой возможности. Но вы сможете оградить себя от излишних переживаний на этот счет. И таким образом, определив причину, по которой ваша мама переживает, вы сможете самому себе сказать, что нет, у меня, например, таких причин нет. И тогда ваша мама не сможет никак на вас повлиять. Вы также можете попробовать помочь своей маме преодолеть это нервное напряжение. То есть попробовать ее восприятие перевести источник тревоги в что-то другое, более-более, я бы сказал, осызаемое. Дело в том, что страх, как и тревога, очень не любят, когда их вытаскивают на свет. Если вы вытаскиваете на свет страхи вашей мамы, то вы имеете все шансы для того, чтобы, по сути дела, помочь ей избавиться от лишних переживаний. А если избавиться от лишних переживаний она, то и вы перестанете испытывать давление с ее стороны на себя, и вам будет легче. Вот, в принципе, так можно обидеть на вас вопрос. Надеюсь, что помолвка, если какие-то дополнительные у вас разникнут вопросы, замечания и так далее, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...